Таинственный вирус, астероид, борьба за воду, так называемые водные войны. Что предсказывала Ванга на конец 2022 года, потому что мы вступаем в эту эпоху. Конец 2022 года, да, уже вступаем. И сейчас, насколько глубоко мы туда вступаем, и сейчас можно проверить, наконец, эти предсказания, а возможно и подготовиться. То есть поднимите голову к небу, посмотрите, нет ли астероида, ну может быть, давайте. Ну, честно говоря, особого оптимизма не было в предсказаниях Ванги на этот период. Времена будут мрачными и темными. Пандемия, которая унесла миллионы жизней, может смениться эпидемией другой болезни. Страшный недуг родом из Сибири, где замороженные частицы вируса начнут пробуждаться в результате потепления и отправляться в свое путешествие, зловещее в воздух. Все это может произойти, но не обязательно. Я добавляю от себя, хочется верить. Дальше мир без воды. Будет катастрофа, воды не станет, нечего будет людям пить. Все будут драться за воду, закрывать ее в банке, она станет дороже нефти и золота. Люди будут ходить и обменивать золото на воду. Хорошо, значит, запасайте золото. Знаешь, мне вот эти все эти разговоры, во-первых, неожиданно, откуда берущиеся очередные центурии, нострадамусы и предсказания Ванги, они всегда интересуются, откуда они вообще берутся. Это первый момент. И всегда они очень, знаешь, как-то актуальненькие такие. То есть, знаешь, про Сибирь, что там потепление, вирусы размораживаются. Решил вот так, да? Решил пойти подвергнуть сомнению. А была ли Ванга? Она была, это правда, ее видели. Нет, кто об этом, в принципе, говорит. Астероид можно предположить, ну давайте, вот там есть и так вода. Да, одно из самых фантастических предупреждений яснознающих звучит так. На Землю вторгнутся пришельцы, которые отправят на планету астероид. Исход этой встречи будет чудовищным. Подробности не уточняются. Это очень интересно. Чтобы не было, чтобы оставалось интересно. А почему так подготовился в программе? Надо было подробности уточнить. А он же может сейчас глаза закатит, если вы ему дадите 10 секунд. Подождите, мы, во-первых, все давно уже подготовлены. Во-первых, все мы уже живем в одной реальности с рептилоидами. Даже знаем их по фамилиям. Да, многих. Кого-то зовут Билл. Кого-то зовут Валя Елизавета. Но, тем не менее. Кого-то не зовут, он сам приходит. Мы отлично поговорили на эту тему. Я считаю, что это очень классная, позитивная, хорошая новость. Почему? Потому что, в принципе, нам это надо. Мы без пугалок жить не можем. Понимаете? Мы считаем вот эти пугалки, это позитивненько. Главное, чтобы наша жизнь себя из пугалок не вставляла. Нет, конечно. Ну, кстати, астероид мы попробовали сдвинуть с орбиты? Попробовали? Ну, мы, 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 причем. Попали, мы, да, мы, мы. Да, вот смотрите, все, Ванга была права, она же сказала астероид. И смотри, с ним что-то происходит. А ведь непонятно, куда мы его сдвинули-то. Может, он сейчас развернется в результате нашего... Обидится. Да, обидится и попадет... Или пришлют следующий. ...на нас, да. По поводу воды, ну, ну, не знаю, короче говоря, запасайтесь водой, а не золотом. Нет, золотом, чтобы потом обменивать на воду. Вот так я предлагаю. Нет, ну, кто-то запасается водой, понимаете, чтобы потом обменивать на золото. А золото на воду. Он-то компактный. Ну, кто-то себе купил дом рядом с рекой частной, почему-то. Да, кто-то, да. И ждет, когда она высохнет. Да, дрессировал Бобров, чтобы они ему плотину построили. И ждет, да. Ну, об этом мы поговорим чуть позже, наверное, в другой раз.